Слава Украине! Всем привет от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня 21 мая 2024 года. Все как всегда, Киев за три дня. Перешел третий год войны. Да, друзья мои, потери у расистов опять большие. Получили они очень хорошо, на горехи. Путин продолжает срезать свой собственный личный состав, который давно уже стал лишним. И вот за вчерашний день отправлен на концерт Кобзона. На палубу русского военного корабля, который теперь, собственно говоря, подводная лодка. Просто знаете, с длинной такой палубой. Да, у японцев, кстати, в войну во Вторую мировую были такие подводные лодки с очень большой палубой. Туда можно было много Кобзонов поставить. И их бы слушало много Чмобиков. Да, так вот, 1380 Чмобиков отправились, как говорится, прямо туда, на лекцию Жириновского или на концерт Кобзона. Как кому больше нравится. Общее количество путинских террористов, которые пришли в Украину с оружием убивать женщин и детей, но что-то у них не получилось, и, как говорится, вылезло им боком, составляет 495 тысяч 70 голов. Много, да. Рекорд. Так вот, друзья мои, что нужно сказать. Атаки путинцев продолжаются, собственно говоря, по всей линии фронта. Наши кое-где контратакуют, но в основном путинцы прут вперед, абсолютно не, как вам сказать, нет, они-то хотят жить. Но вот их командиры, их отцы командиры, их офицеры, совершенно, видимо, не хотят, чтобы они с этой войны пришли домой, как говорится, с руками, с ногами и с прочими частями тела. Дело в том, что тут тоже надо понимать такой момент, что вместо вот этих глупых чмобиков, которых отправили докнуть вонючий окоп под Донецком, на их место уже давным-давно завезли совершенно других мужчинок, там, из Индонезии, я уже рассказывал, да. Индонезия, Танзания, Индия, Непал, Таиланд. То есть из разных стран Путин завозит в Сибирь и на Дальний Восток туда других, как говорится, женихов. И, в принципе, чмобичихи довольны, потому что что? Она отправила пьющего алкоголика на фронт, который бил ее, бил детей своих, бил детей от соседа. Собственно говоря, не давал ей нормально жить. И тут вместо него приезжает такой замечательный жених из Индии. А если этого чмобика еще кондропупят на фронте, она получит за него еще какие-то там компенсации. Главное, чтобы чмобика нашли, чтобы он не потерялся, его не объявили дезертиром. Это тоже не факт. И представляете, такие семейные трагедии начнутся. Возвращается чмобик с войны домой. Ну, бывают и такие же, да, то, что иногда возвращаются. А там, как говорится, а там его никто не ждет. В смысле, открывает дверь и говорят, деньги давай. Он тыц, деньги в дверь. Ему только хлопцы, деньги забрали, значит, дверь закрыли. Все, вот так вот. Это будет такой стандарт на Сибири потом. На китайской Сибири, потому что, помните, да, я же рассказывал, что Сибирь передается Китаю. Соответственно, видимо, дядюшка Си сказал, что мне алкоголики не нужны, ты их, говорит, на фронт отгони, а замени население на более подходящее. Вот, например, на китайцев. Хорошие люди, никто не пьет, много работает. В отличие от тех, кого Путин, как говорится, утилизирует под Донецком. Да, так вот, вот как-то так получается. За вчерашний день было отправлено туда же, значит, на концерт Кобзона, хотя вряд ли на концерт Кобзона, скорее просто на переплавку. 15 путинских танков, 7605 с начала российско-фашистского вторжения. Вдумайтесь, да, когда путинские бандиты начинали нападение на Украину, у них в строю было тогда что-то, 1250 танков. И стояла задача Киев за 3 дня. Теперь, значит, у них уже уничтожено 7605 танков, и стоит задача Клещеевка за полгода. Да, 34 бронемашины путинских отправились ровно туда же, куда отправились танки верхом на Чмобиках. И общее количество легкой брони, которую Путин потерял в Украине, составляет 14699 штук. Ну и еще один броневик сжечь будет 700. Ну, по сути дела, я думаю, что давно этот броневик уже за сегодня сожгли. Они же, как сами понимаете, горят очень хорошо. 42 артиллерийские системы. Чуть не сказал 32, чуть не оговорился. Это было бы неправильно, потому что 42, не 32. Общее количество пушек самоходной и несамоходной артиллерии, которая уничтожена у Путина, составляет 12779 штук. Не слабо так. Их выбивают обычно ФПВ дронами. Был уничтожен один ураган. Соответственно, общее количество РСЗО, это из ракетных систем залпового огня, которые были отправлены в утиль сырье на войне, составляет 1077 штучек. И великолепный результат посредством ПВО. Это дорогие штуки. Это всякие там Панцирь-С, Буки, Шмуки и прочее. Минус 4 штуки за вчера. 811 с начала полномасштабного российского вторжения. Много. Самолеты, вертолеты. Пока нету каких-то более новых цифр. 354, 326. Ну, и хоть так и будет. Также было уничтожено 54 беспилотника. Вот, кстати, 54 беспилотника. Из них большая часть шахеды. Скажите, я не понимаю вообще люди, те, кто объявляет траур по вот этому вот иранскому упырюра ИСИ, который там благополучно загнулся об гору. Так вот, скажите мне, вот такому человеку нужно объявлять по нему траур и так далее, и так далее, если вот он посылает на голову женщин и детей в Украине свои бандитские дроны. Вот объясните мне, пожалуйста, о каком трауре может идти, о каких соболезнованиях, и так далее. 10 290 дронов с начала полномасштабного российского вторжения. Также было сбито две крылатые ракеты Х-59, 2207 общим итогом. И продолжается уничтожение автомобильной техники расистов, 72 грузовика, буханки, бензовоза и так далее. Уничтожено за одни сутки. Это очень замечательный результат, который, кажется, не может не радовать. 17 383 с начала войны. Это хорошо. И 6 единиц спецтехники. Я много раз рассказывал, что такое спецтехника. Это то, что... Это рэбы. Это то, что позволяет им каким-то образом бороться с нашими дронами. Но вот этим 6 штукам уже ничего не поможет. 2085 с начала войны. Таким образом, Путин продолжает стачивать свою армию в Украине. Вот когда он ее себе сточит, как говорится, ну тогда и придет Гаплейк. И поверьте мне, это будет скорее скоро, чем когда-то там в невообразимом будущем. Все будет Украина.